В эфире Народного телевидения Хибины программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте! «Апатитская пленница» или «Новое приключение Владимира». Именно так могла бы называться кинокартина, снятая по мотивам событий, которые произошли в пятницу вечером в доме номер 19 по улице Жемчужной. Режиссера и актеров на этой площадке не наблюдалось, а вот съемочная группа присутствовала. Это, конечно же, была наша съемочная группа. Все началось с того, что гостья малосемейки позвонила в экстренные службы и попросила освободить ее из плена. Мужчина, в квартире которого она оказалась, закрыл ее и ушел на целых 6 часов. Женщину уже собирались было эвакуировать с четвертого этажа с помощью пожарной автолестницы, но тут хозяин жилища вернулся и выпустил пленницу. Пленница вознегодовала и потребовала привлечь своего тюремщика к ответу по всей строгости закона. Вот этот монолог она произнесла в квартире, где мы не имеем права вести съемку, но слышно было на весь подъезд. Герой дня на выражение тоже не скупился. Он попытался затеять драку с полицейским, а затем, когда ему объявили, что он задержан, решил спрятаться от патруля в квартире, но безуспешно. Мужчину задержали и принудительно посадили в служебный автомобиль. В знак протеста он принялся биться головой о стены спецотсека. Сейчас вызовем скорую помощь. Ну, вы откуда мошку? Причините себе вред, поедете в МОПБ. Я в МОПБ, понимаете? Не надо материться. Снимите мошку. В отдел приедем и снимем. Снимайте, пожалуйста. Понимаете? А, ну что, не снимайте ничего. Не снимется. Вы себя ведете непристойно. Дам уже тем временем будто подменили. Забыв прошлые обиды, она грудью встала на защиту своего кавалера, обвинив полицейских в том, что они якобы его избили. Ольга, вы же сами попросили помощи. Да. Вы сами попросили помощи? Да. В полиции. Ну, не бить. Кто его бил? Вы бьете. Что вы не сняли на камеру, когда он в коридоре? Все снято. Все снято. Ну, давай, открывай, скажи ему. Спокойно. Как полицейский? В итоге утро следующего дня мужчина встретил в камере изолятора временного содержания. Ответить перед законом ему пришлось лишь за мелкое хулиганство и за сопротивление полиции. Пленница, так яростно желавшая покарать своего обидчика, от идеи написать на него заявление отказалась. Молодежная вечеринка в доме номер 19 по улице Зиновьева в Апатитах закончилась тяжелыми травмами. В субботу около 4 часов утра 17-летний юноша выпал с пятого этажа. Парень рухнул на козырек цокольного этажа, причем упал очень неудачно. Одна нога попала в щель между самим козырьком и внешним декоративным элементом. Первую помощь ему оказал его товарищ. Там же на козырьке с пострадавшим начали работать медики. Сначала юноша вкололи обезболивающее, потом поместили его в специальные надувные носилки, а затем сотрудники пожарно-спасательной части номер 8 аккуратно доставили его на землю. Бригада скорой помощи госпитализировала юношу в стационар объединенной больницы. Молодой человек, если так можно выразиться в его ситуации, пострадал не так уж и сильно. Все могло быть гораздо хуже. У него диагностировали перелом бедра и ушиб легких. Длительного наблюдения в реанимации не потребовалось. Через несколько дней кировские врачи приняли решение о переводе пациента в специализированное отделение больницы в областном центре. В минувший уикенд на территории Апатитов и Кировска вновь проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ночь субботы на воскресенье инспекторы ГИБДД задержали двух алко-ездаков с нетривиальной, мягко говоря, биографией. В Апатитах на улице Ленина наряд дорожной полиции задержал хорошо знакомый правоохранителем Кио Рио. Еще в феврале водитель этого автомобиля попался на алко-рецидиве и стал фигурантом уголовного дела. В мае Апатитский городской суд вынес ему приговор 200 тысяч рублей штрафа и лишение права управления транспортными средствами на три года. В зале суда мужчина заявил, что сожалеет о случившемся, но уже через месяц снова сел за руль пьяным. Полицейский алко-тестер подтвердил состояние опьянения. Впереди новое уголовное дело, новый судебный процесс и, по всей видимости, новый приговор. Еще один житель Апатитов, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду, был задержан на заправке при въезде в Кировск. По словам работников АЗС, он едва не совершил ДТП, а когда ему отказались продать топливо, потому что заподозрили, что мужчина нетрезв, устроил скандал. Персонал вызвал полицию. Полицейские опросили свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения. Однако задержанный продолжал упорствовать и заявил, что машина ему не принадлежит, а сам он никуда не ехал. Будучи лишенным права управления транспортными средствами, вы управляли транспортными средствами. Я лишен. Да, действительно, я лишен права управления транспортными средствами. Вы будете за протокол копии? Я буду расписываться. Скажите, как вы установили, что я лишенный, будучи лишенным... На базе данных, будучи лишенным, я управлял. Я вам же объяснил. Мы это мне не объяснили. И показаниям очевидцев. Показаниям очевидцев? Я похож. Снимаете? Да, да. Я похож. Я не управлял. От освидетельства не на месте мужчина отказался. А в больнице то ли не смог, то ли не захотел выдуть в прибор, достаточный для исследования количества воздуха. Это тоже признали отказом. По всей видимости, герой этого сюжета в ближайшем будущем тоже может стать фигурантом уголовного дела. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасный для жизни» подошел к концу. Смотрите нас в эфире Народного телевидения «Хибины» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!